Пятница Страстной недели посвящена событиям предательства, суда, осуждения, мучений, бичевания Спасителя, предания Его на смерть, распятия и снятия со креста. Это особый день, день, наверное, самый строгий, самый печальный во время как Страстной Седмицы, Великого Поста, так и всего церковного года. В этот день не положено совершать божественные литургии, потому что Господь Сам принес Себя в жертву в Гефсиманском саду и на горе Голгофе. Христиане стараются посвящать в этот день богослужение. Богослужение Страстной Пятницы очень насыщенно, очень емко, очень трагично и вместе с тем наглядно. Накануне, в четверг вечером, который относится уже к утреннюю Великого Пятка, совершается чтение 12 Евангелий, во время которого повествуется о последних часах земной жизни Спасителя. Чтение Евангелия перемежается особыми песнопениями, антифонами, в которых говорится о предательстве серебролюбии Иуды, об отпадении иудейского народа, о жестоких страданиях казни Христовой. Затем в саму Пятницу совершается служба царских часов, которая тоже имеет важное значение. Первый, третий, шестой, девятый часы Страстной Пятницы посвящены событиям взятия Христа в Гефсиманском саду, ведение его на суд к Пилату, избиение, осуждение. Особенно шестой час — это пригвождение ко кресту, и девятый час — распятие Спасителя. Затем около третьего часа дня по уставу выносятся особые расшитые иконы, которые называются Плащаницей, и именно об этой Плащанице знает большинство количества народа и стараются прийти, приложиться как бы к телу самого Спасителя. Совершается очень трогательно, умилительная служба, читается канон «На плач Богородицы», где словами Божьей Матери мы скорбим о убиении и страданиях ее Божественного Сына. События Страстной Пятницы вспоминаются христианами и принимают участие в нем с самого древнего времени. Изначально в Граде Иерусалиме после всех этих событий, естественно, перед Пасхой жители города собирались на те места, которые были связаны с крестной смертью и страданием Спасителя. Читали соответствующие отрывки, молились, рассуждали об этом. Затем, уже с IV века, святитель Иоанн Златоуст говорит, что и в Константинополе совершалась подобная служба. Все собирались в храм, причем собирались в большом количестве, слушали священные писания, рассуждали и думали о распятии Христа. Для каждого православного человека важно понимать смысл и значение распятия Христова. Почти за 800 лет до этих событий пророк Исаия очень точными словами обозначил, описал это событие. Он был изъязвлен за грехи наши, мучен за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и язвами Его мы исцелились. Христос, страдающий и мучимый, и умирающий на кресте, одновременно является победителем. Победителем смерти, проклятия, ада. И все это Он сделал нашего ради спасения. Такие события основные этого дня, и в этот день мы особенно молимся, может быть, о прощении своих грехов. Понимаем, что именно они привели Христа на крест.